В Крымском федеральном состоялась молодежная акция детям Беслана. Она приурочена ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие традиционно прошло на территории Медицинского института КФУ. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористического акта в Бесланской школе номер один. 19 лет назад День знаний в Беслане стал Днем траура и скорби. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Пока мы помним, пока мы дышим, пока мы знаем источники этого зла, мы всегда найдем оружие против терроризма. И главное оружие – это наше единство, единство великого народа России. Если мы вместе, если мы идем вперед к одной общей цели, то никакие террористические акты, никакие военные угрозы нас на этом пути не остановят. На мероприятии присутствовали представители вуза, религиозных конфессий и органов государственной власти. Для них школьники и студенты подготовили театрализованное представление «День, когда закончилось детство». Сценарий к этому мероприятию я написала около полугода назад. Тема, конечно, меня очень сильно тронула, достаточно тяжелая. И вот, мне кажется, вот эти события 19 лет назад, они просто тронули весь мир. И когда я пришла с этой задумкой, благодаря КФУ, вот они одобрили, я написала полный сценарий. И мы начали работать активно. Буквально каждая репетиция у нас заканчивалась слезами, потому что эта тема тяжелая, трогательная. И никто не остался в стороне, буквально все помогали, все, кто только мог. Память погибших детей участники акции почтили минуты молчания, а также зажгли свечи и возложили цветы. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить? Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. И до конца себя отдать. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить? Акция в Крымском Федеральном проходит ежегодно. Теракт в Беслане – это трагедия бессрока давности. Мы всегда должны помнить о тех кровопролитных событиях и объединяться для противостояния экстремизму и терроризму. Елизавета Черкашина, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова